Стихийная торговля обрела цивилизованный вид. Три благоустроенные торговые точки для дачников появились в районе имени Казбекби. Их установили согласно подписанному меморандуму между районным Акиматом и компанией «Эфес Казахстан». Таким образом, местные власти пытаются улучшить внешний облик города и оказать содействие местным товаропроизводителям. Вот сижу с укропом, копеечку заработать на проезд, на дачу ехать. Алина Черневская – дачница с 10-летним стажем. Что вырастила у себя на огороде, все на продажу. Благо, теперь для местных дачников созданы все условия для удобной, а главное – безопасной торговли. Обустроены прилавки с навесом, серьезное подспорье торговли с земли. Под забором ящик на полу. Пришли, выгнали. Пошли. Ушел Акимат. Опять мы пошли к забору. Вот так мы торговали. А сейчас большое вам спасибо. Люди, которые за нас побеспокоились. Согласно меморандуму, подписанному еще в прошлом году между Акиматом района имени Казбикби и компанией «Эфес Казахстан», в городе появились три обустроенные площадки для выездной торговли. 29 прилавков на 87 торговых мест. Здесь уложили брусчатку, установили декоративные ограждения и урны. Аренда за место не взымается. Главное, чтобы продавцы содержали точку в чистоте и порядке. За качество же реализуемой продукции будут следить уполномоченные органы. Торговые места утверждены постановлением Акимата города. Информация о этих местах есть в районной санэпидемстанции. То есть они в рейдовом порядке, время от времени, как они смотрят нормативами. Люди делают проверку и проверяют соответствие качества продаваемой продукции. Торговые площадки расположились на 45-м квартале в районе магазинов «Мечта» и «Юбилейный». В следующем году, согласно меморандуму, в районе появятся еще две благоустроенные точки для выездной торговли. Самое главное, что это проект направлен на улучшение жизни горожан. Потому что как и продавцов, в первую очередь, конечно, так и покупателей. То есть цивилизованные формы торговли приобретают. Ирина Камышова, Болжан Алипов, Павел Спиридонов, Первый Карагандинский.